И к другим темам. Чуть больше недели остается до выборов президента России. На избирательных участках в Волгоградской области завершается монтаж камер видеонаблюдения. Из 1649 участков подобными системами осталось оснастить менее 200. В Воложском, как нам рассказали сегодня в территориальном избиркоме, эта работа уже окончена. Однако только веб-камерами обеспечение прозрачности процесса голосования не исчерпывается. Развитие темы в материале Людмилы Кухаревой. Веб-камеры уже смонтированы на 100 избирательных участках Воложского, там, где они и должны быть установлены. Исключения составляют участки в больницах и исправительных учреждениях. Большинство программно-аппаратных комплексов уже налажены и готовы принять участие во всероссийском тестировании, которое намечено на 26 февраля. В ходе него будет проверяться обеспечение устойчивой интернет-связи избирательных участков с центрами обработки данных. Ожидается в ближайшие дни общероссийская тренировка по работоспособности веб-камер. У нас в городе на сегодняшний день уже работоспособность 70 из 100 установленных камер. Эта работа продолжается и к установленным срокам все камеры будут работать. 4 марта данные видеонаблюдения станут доступны в режиме онлайн всем, кто будет следить за ходом голосования. Кстати, практика видеонаблюдения за работой участковых комиссий используется в Волжском уже не в первый раз. На декабрьских выборах в Госдуму в городе работало 10 веб-камер. А вот прозрачные урны для голосования, также призванные обеспечивать открытость и честность выборов, это уже ноу-хау нынешней избирательной кампании. В Волжском они тоже появятся на каждом избирательном участке и заменят своих деревянных предшественников. Избиратели и члены комиссии могут видеть, что действительно стационарный ящик перед началом голосования пустой, что опускает избиратель один бюллетень, и работа комиссии происходит в соответствии с законом без каких-либо нарушений. В ближайшее время все жители Волжского, имеющие право голоса, получат специальные приглашения на выборы. В них макет бюллетеней, информация о порядке голосования и правах избирателей. Кстати, многие из них уже сегодня проявляют свою гражданскую активность и обращаются в избирком за открепительными удостоверениями и разъяснениями по ходу голосования. Как прогнозируют в территориальном избиркоме, 4 марта на участке должны прийти больше половины волжских избирателей. Все-таки выборы президента – главные выборы страны.